Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллине, Александра Степанова и Иван Букин завоевали серебро. Никита Кацалапов поделился чувствами от победы. Вообще все идет достаточно тяжело, но тем интереснее наш путь и наши приключения. Мы никогда не сдавались и не опускали руки. Этот чемпионат Европы дал нам огромную мотивацию перед Олимпиадой. И хочу поблагодарить свою самую лучшую и замечательную партнершу. У меня по поводу произвольного танца смешанные чувства. Было несколько микромоментов с моей стороны, они не повлияли на уровни, но они были, я о них знаю, нам нужно успеть это почистить и наработать. И самое важное, еще больше накатать эту программу, чтоб как рыба в воде, чтобы мы катили с пустой головой. Могли открыться и проживать программу, а не работать, сказал Кацалапов. Тренер Ирина Жук прокомментировала выступление Александра Степанова и Ивана Букина. Мы довольны сегодняшним прокатом ребят, очень рады, что они прогрессируют от соревнования к соревнованию, и это самое главное сейчас. Нет предела совершенству, мы уже, конечно, видим над чем еще можно поработать, поэтому вернемся, и сразу уже этим займемся. Понятно, что пик формы нам нужен на Олимпийских играх. Мы очень хотели бы участвовать в командном турнире, а решать, конечно, федерации. Но мы готовы, с любым танцем, хоть два танца, хоть один, но нам очень хотелось бы там выступить, потому что это здорово, это олимпийский дух, тем более, еще и командный, сказала Жук. На вопрос остаются ли Степанова и Букин после Олимпиады, тренер ответила утвердительно, это уже решенный вопрос. Дай бог, чтобы здоровье позволяло. Они очень хотят кататься, добавила Жук. Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду 2022 будет определен в 20-х числах января на Олимпийском собрании, которое пройдет в Москве. Состав участников командного турнира станет известен в последний момент, непосредственно перед самими соревнованиями уже в Пекине. Об этом сообщила пресс-аташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина. Напомню, что разрешены две замены после коротких программ. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Фигуристы Оливия Смарт и Адриан Диас представят Испанию в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Федерация ледовых видов спорта Испании. Смарт и Диас заняли на чемпионате Европы четвертое место. Они обошли соотечественников Сара Уртада и Кирилла Халявина, которые тренируются в Москве у Александра Жулина. Пара заняла на чемпионате шестое место. У Испании на играх в Пекине в танцах на льду только одна квота. В Эстонии девушки определяли чемпионку Европы. Первой из российских фигуристок на лед вышла Анна Щербакова. Анна смогла исполнить четверной флип, за который мы так переживали, затем чисто исполнила каскад тройной флип, тройной тулуп, двойной аксель, каскады тройной лутц, тройной ритбергер, тройной флипойлер, тройной сальхов и тройной лутц. После выступления зал ликовал, Анна нас в очередной раз удивила и собралась в нужный момент. Сумма за два дня составила 237,42. Александра Трусова чисто исполнила четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель, тройной тулуп. Затем допустила падение на четверном тулупе, не покорился Александре и четверной лутц. Затем исполнила каскады тройной лутц, Сойлер, тройной сальхов, тройной лутц, тройной тулуп. Александра набрала за два дня 234,36 балла и уступила Анне Щербаковой 3 балла. Луна Хендрикс не избежала падений, на первом же прыжке каскаде тройной лут с тройной тулуп она оказалась на льду. Еще одно падение ожидала фигуристку на тройном флипе, который шел в каскаде, фигуристка уступила россиянкам. Камила Валиева чисто исполнила четверной сальхов, но на тройном акселя фигуристка допустила падение. Это ее первое падение со старта сезона, в октябре на турнире Финляндия Трофи, тогда Валиева упала с тройного акселя в короткой программе. Затем фигуристка чисто исполнила четверной тулуп, тройной тулуп, тройной ритбергер, четверной тулуп ойлер, тройной сальхов, тройной флип, тройной тулуп и тройной лутс. Сумма за два дня составила 259,06. Поздравляю всех нас с российским пьедесталом. Российские фигуристы завоевали на чемпионате Европы 9 медалей из 12. Сборная взяла все 4 золотые медали, а также 3 серебряные награды и 2 бронзовые. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.